Итак, натянутые отношения между Азербайджаном и Арменией недавно еще больше натянулись. Сообщалось о провокациях на границе между государствами, прошли вооруженные столкновения. А вскоре с ситуацией удалось разобраться, но тут стало известно, что Беларусь поставляет Азербайджану вооружение. Это могла быть поставка систем радиоэлектронной борьбы и РСЗО Полонез. Судя по предоставленным данным, самолет вылетел из Минской области и через несколько часов приземлился на территории Азербайджана. Следует отметить, что Ереван подверг критике действия Беларуси, тем более, что эта страна, как и Армения, является членом ОДКБ. На самом деле, Минск никогда не скрывал, что снабжает Баку оружием. В армянской прессе регулярно появляются новости о поставках белорусского оружия и других проявлениях дружбы между Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым. В Москве это следует считать суверенным правом белорусских властей. В Баку нет международного эмбарго на поставки оружия, а значит, Минск имеет полное право его предоставлять. И Россия, не следует забывать, иногда торгует оружием с Азербайджаном. Армяне давно и последовательно задают своим коллегам по ОДКБ вопросы, почему они продают оружие Азербайджану, но понятных ответов они не получают. Сегодня ОДКБ это не военный блок, это политический блок, координация, общение. Одна из причин это отсутствие единой военной стратегии и невозможность принимать самостоятельные решения из-за разногласий между правительствами стран. А кроме того, министр экономики Беларуси Александр Червяков встретился с послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым. В ходе беседы были затронуты самые разные темы. Стороны подробно обсудили формирующую динамику взаимной торговли, сделав акцент на возможности ее дальнейшего роста. Министр экономики предложил увеличить поставки белорусских продуктов питания, продукции машиностроения, строительных материалов и других товаров. Вместе с тем, Александр Червяков отметил потенциал сотрудничества в сфере услуг. В свою очередь, сказал дипломат, в Азербайджане может потребоваться строительство агрогородков с белорусским опытом и расширение совместных предприятий. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу построения кооперативных цепочек поставок. Они не только позволят увеличить коммерческие продажи, но и сделают их более сбалансированными. Помимо этого, вскоре должна состояться встреча между Алиевым и Пашиняном. Как минимум, азербайджанская сторона согласилась на данную встречу. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева. Президент Совета ЕС предложил провести встречу глав государств и правительств обеих стран в Брюсселе 15 декабря этого года в рамках саммита Восточного партнерства. Оппозиция Азербайджана относительно реалий послевоенного периода была изложена и повторена главой государства, в том числе на международных площадках. «Мы считаем, что брюссельский саммит и связанная с ними встреча создадут дополнительные возможности в этом отношении», – сказала она. Азербайджан